здравствуйте друзья у нас несколько таких сообщений по ходу руках управления каналом как удар его операции значит давайте от солнышка отвернусь значит первое мы будем пытаться делать трансляции прямые не только в субботу утром по москве но и вечером по москве же то есть при том что конечно люди которые живут там за уралом может быть им неудобно будет но есть много людей которые живут и в соединенных штатах тоже и скажем так не только в москве но и на запад от москвы тоже не есть там украина белоруссия европа так что мы попробуем так совместить и трансляции утренние и вечерние вечерние будут в понедельник у меня понедельник такой день когда нет appointment то есть не но у них нет в расписании никого я могу делать все что угодно дальше мы сделаем это теперь что у нас ближайший понедельник вот который сегодня пятница кстати с утречка вот ближайший понедельник мы не сможем ничего такого делать потому что во первых у меня сначала урок потом потом придет светлана каф и очень много вопросов сейчас задают на которые ну кто может ответить кроме иммиграционного адвоката вот в связи с новой администрации которые там как бы грядет и планами там и так далее хотя безусловно и иммиграционные адвокаты тоже много не скажут вот тут интересная такая тачка смотрите вот там так я заметил на чем только люди не ездят да ну ладно так вот что я хотел сказать если у вас есть вопросы к светлане к касательно тенденций вот значит задавайте в комментариях под этим под этим видео потому что я не знаю я за вас не не смогу их задать хотя в принципе я конечно слышу эти вопросы но они очень общие поэтому если что-то конкретное то конечно было бы лучше вот хотя я вот так когда мы говорили о том что мы соберемся в понедельник я тоже так интересовался для себя и светлана что иммиграционное законодательство очень такое инертное то есть там редко чего меняется вот поэтому в принципе как-нибудь там но но это быстро не произойдет поэтому так такая была мысль высказки а еще у нас будет интересный гость гостья значит гостья работала с аутичными детьми в москве и последние пять лет она живет в соединенных штатах и здесь она тоже работала с аутичными детьми ну такая оказия что вот она сейчас переквалифицируется там на тестирование программного обеспечения но так уж мы слово за слава я подумал что может быть вам будет интересно потому что есть есть частенько вопросы на эту тему в основном вот как аутичные дети в америке да то есть вот они как с ними занимаются там страховки и вот ну вот какие то такие вещи как они в школе поэтому если есть вопросы по этой части тоже давайте эта тема болезненно я знаю очень когда не дай бог такое вот семье и нужно с этим ежедневно иметь дело это становится очень таким личным и острым и больным и так далее поэтому но что сказать но но именно поэтому нужно об этом говорить нужно рассказывать может быть и остальным людям тоже интересно будет я думаю это не только тем кто непосредственно с этим сталкивается но может быть остальным просто как характеристика системы одна из характеристик системы жизни в американском обществе и так далее ну что еще сказать спрашивают где у нас интервью с юлием нисневичем мы договорились что в скайпе свяжемся и мы связались но как-то дальше вот этой связи не идет то есть я несколько раз о себе напоминал но чё-то ответа не было поэтому ну что я могу сделать я могу правда попытаться там в фейсбуке но чем такая история бывает люди скайп не заходят и соответственно связи нет так так то я сам такой то есть я в скайпе как раз часто но если вы хотите меня найти где-нибудь там в одноклассниках или фейсбуке или там в контакте то это уже непросто то есть у меня есть на самом деле человек который помогает мне с этим делом но но в общем-то сам я там редко появляюсь и даже форум говорим про вес где там очень много моих сообщений и раньше написанных тем не менее я там может быть раз в месяц захожу почитать почту и это не лучший способ меня быстро найти самый лучший способ найти быстро это личка ютуба я в ю тубе как бы целый день сижу то есть он там у меня присутствует на экране поэтому если кто-то написал данном она мгновенно выскакивает и я в течение всего дня отслеживаю то есть вот ли личка ютуба это самый самый надежный способ можно и в комментариях написать то есть я тоже комментарии прочитываю но это все-таки больше на бегу происходит вот а то что в личку так она уже солидная она там сидит она никуда не убегает потому что комментарии он привязан к теме к видео конкретному и видео проходит быстро там у нас их много на канале поэтому если сегодня я там читаю видео и комментарии вот под этим видео то через три дня я уже туда не доберусь ну то есть конечно там есть лента и я в общем-то прохожу но знать как всяко бывает вот а самое такое место где актуальность не не исчезает это личка ютуба или вы можете написать на форуме залив . org там есть место где мы вопросы собираем значит есть то что вот все равно продолжают писать таки большие большие вопросы которые сложно зачитать поэтому даже не знаю что делать но сегодняшняя трансляция которая будет ну у нас она сегодняшний вечером будет по калифорния в десять вечера я начну а по московскому в девять утра значит эта трансляция будет посвящена именно ответом на вопросы вопросы которые люди задают и которые на форуме висят я их туда стаскиваю из разных мест принц если вопрос не задан на форуме я его потихонечку туда стаскиваю и вы мы вот сфокусируемся на этом потому что резонно нам говорят что какой смысл смотреть трансляцию если вопросы все время одни и те же это правда все время задается ну скажем так процентов 75-80 иногда больше вопросов это вопросы абсолютно одни и те же и даже в рамках одной трансляции если найдет там два-три иногда четыре часа в разное время подключаются разные люди могут один вопрос но такой актуальный наболевший он может там три-четыре-пять раз прозвучать в рамках одной трансляции поэтому мы будем немножко так оживлять тема сегодняшней трансляции это вопросы которые заданы мы будем на них отвечать зачитывать отвечать большие средние любой продолжительности у нас еще как бы такая техническая задача решается параллельно я пытаюсь понять как лучше оповещать о трансляциях есть люди говорят а мы вот не в курсе не удается нам найти вас или там бы подключиться поэтому с одной стороны я сейчас заранее сделал в ю тубе такое расписание там есть есть возможность создать трансляцию и у меня нет у меня нет уверенности как именно наш зритель видит то что я там создал вот эту трансляцию потому что я сам вот из своего интерфейса ничего такого не вижу вот но во всяком случае я видел там возникал какой-то в чате обмен поэтому я понимаю что как как-то ротом это на пользовательской стороне выскакивает то есть мы будем делать в самом ю тубе заранее оповещение а с другой стороны мы завели аккаунт в телеграме такой сервис есть мессенджер мессенджер передавать вот он для меня новый я не не здоров там пользоваться но по во всяком случае там есть группа не группа канал такой мы создали канал где я в одностороннем порядке могу посылать там ссылки извещения и так далее картинки если на там сейчас что-то человек 120 уже записались и под каждым видео включая вот это который вы сейчас смотрите в данный момент есть набор ссылок и там есть ссылка на этот самый телеграм прямо вот на наш канал там очень удобно подписываться и в общем очень очень простенько все на самом деле вот из сотового из компьютера можно такого обычного со станции и вот из под windows там да там вебовский есть интерфейс вот поэтому если кто-то вот воспользуется да тоже будет удобно получать оповещение я я понимаю что очень много разных мессенджеровых систем и сразу во все я не знаю это мне сложно так может быть мы в конце концов так и сделаем там у кого ватсап там будет получать ватсап у кого я не знаю что еще вайбер там но не знаю в общем может быть мы разрастемся в этом плане у меня нет аккаунта в ватсап у меня нет аккаунта в вайбере как-то я обходился да ну ладно вот такие у нас события происходят вот я думаю не забыл ли я чего вот наверно все если мы так немножко пойдем что в жизни тут делается вот уже сколько там с девятого числа ноября уже почти месяц тогда четыре недели прошло прошло четыре недели с момента выборов и как-то нервная часть эмоциональная так скажем она немножко осела я сказал существенная сила и сейчас так как-то все больше посматривают на и и и чего дальше будет вот ну посмотрим посмотрим там всякие назначения происходит часть этих назначений не требует утверждения конгрессом там советники там разные а вот допустим скажем министр обороны вот генерала одного вчера вроде так утвердили но не конгресс утвердила там в команде трампа значит вот министр обороны госсекретарь но госсекретаря еще не вроде так не определились там в команде говорят ромни но в общем там сложные сложные отношения потому что ромни это какой такой уже прям совсем истеблишмент вот а фактически победа трампа это ведь поражение истеблишмент это не то что вот там республиканская партия его как-то продвигала упаси боже то есть начальство большое то есть там победа трампа это унижение и поражение начальства и вот вдруг из этого начальства берут человека вот так что не знаю а в одиночку тоже нельзя да то есть получается там много сложных компромиссов у них сейчас должно произойти и и с моей точки зрения ромни совершенно замечательный кандидат то есть я бы лучше и и не желал вот и кстати тот господин которого подобрали на министра обороны у меня тоже нравится такой хороший боевой такой генерал то что надо такой принципиальный мужик так что вроде вроде ничего посмотрим так что экономика в ожидании в ожидании снижение налогов и так далее как бы там свиристит то есть не сама экономика я извиняюсь а рынок ценных бумаг там спекулятивные всякие рассуждения но сама экономика не знаю пока посмотрим посмотрим чего будет дальше какие конкретные меры пойдут сейчас пошли серьезные такие обсуждения что с оба макером теперь непонятно потому что там 20 22 миллиона человек сегодня имеют страховку ну как бы субсидированную да так получается субсидированную страховку и если например оба макер в один день отменить то мы получим значит 22 миллиона человек без страховки и это конечно довольно серьезный такой удар вот поэтому не никто не хочет так вот прямо уже совсем-то с одной стороны с другой стороны оказывается что вот социалистические фишечки понимаете они с собой несут массу всякого без чего не получается вот когда любишь социалисты одни социалистические фишечки получается что надо любить и другие тоже например например вот фишечка что страховая компания не может отказать страховки на основании заболеваний которые у человека есть это то как было раньше до оба макера значит эта фишечка популярна она нравится там и демократам и республиканцам и независимым вот я если вы не знаете то я независимый я официально зарегистрирован как независимый вот это некоторые думают что там либерал какой нет я независимый и вот значит всем нравится эта фишечка но когда речь идет о фишечке состоящей в том что те которые не застрахованы должны штраф платить то нравится она только 35 процентам то есть есть люди которые говорят ну да ну конечно а чё же вот вот а случись чего с не застрахованным что будет а его все равно будут лечить понимаете как интересно он же не останется на улице умирать его все равно будут лечить за счет нас всех остальных вот поэтому значит как бы есть люди которые говорят ну да так так справедливо так честно но в основном эта фишечка не популярна но дело в том что если страховые компании должны страховать всех включая тех кто может быть не очень здоровый тогда получается а как же страховать только больных что ли а а если не страховать здоровых откуда же деньги и вот даже казалось бы совсем такие гнусные фишки обама кера которые никому не нравятся а куда же деваться если тебе нравится если какие-то фишки обама кера тебе да нравится вот допустим да вот так как это в общем много всякого кроме того сейчас уже пишут ну идет дискуссия значит поскольку в среде республиканцев единства нет по поводу того как должна проходить реформы здравоохранения ну как надо было бы ну хорошо отменили мы оба обама кердаль что что у них единство там нет даже близко и есть люди которые говорят давайте вот что давайте отменим все в один день вот чтобы не было а дальше будем уже думать как 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 дальше жить уже тогда точно на пустом месте что-нибудь да возникнет есть люди которые говорят ну давайте вот может быть мы так потихонечку и когда будем отменять у нас должен быть четкий план что что собственно произойдет дальше то но на что меняем и это может занять там буквально там года три может быть так вот знаете не водить не в один день а два-три года точно займет страховая индустрия нервничает пишут что вот там чуть ли не 200 тысяч рабочих мест будет потеряно в индустрии здравоохранения из-за этих всех дел она очень сильно прирастала рабочими местами начиная где-то года с 2010 там что-нибудь так пару миллионов рабочих мест переросло вот представьте себе и вот пишут что значит может быть там 200 тысяч рабочих мест будет стоить вот отказ от обама кера там и так далее ну дело такое вот такие у нас примерно новости но опять конкретики такой уж прямо конкретики не видать поскольку даже если у людей есть там благие намерения и они последовательно идут к тому чтобы применить какой-то там принцип или идею никто не знает чем это кончится мир очень сложный и и запросто получится что вот хотели как лучше а получилось как всегда я в этом смысле вот вспоминаю как президент обама хотел как лучше и чтобы значит дети которые без родителей попали в сша или скажем так не по своей воле я извиняюсь не по своей воле оказались в сша чтобы их уже не депортировать после этого мы получили десятки тысяч там есть сколько может быть уже за сотни перевалило десятки тысяч может быть сотни тысяч детей из латинской америки и маленьких и подростков которые значит через границу их тут доставляют и соответственно да и обама никогда не не признал того что это из-за того что эту меру принимал вот как бы декрет свой издавал вот то типа как бы вот декрет сам по себе вот хорошая часть а вот эта часть она как бы вообще непонятно откуда так как бы из космоса пришла вообще надо сказать что политики я уже не говорю про политиканов но политики даже политики они живут зачастую в очень таком мире в виртуальном вот такой надуманной реальности вот так надумал себе и вроде как должность позволяет не обращать внимание и вот как бы то что вот мы видим на последних выборах да это вот как раз результат достали не обращением внимания вот так что посмотрим что дальше будет ну что же мы с вами прибыли на мое рабочее место тут недолго осталось и наверное тогда может быть я даже разверну камеру я обычно когда прощаюсь мне хочется чтобы мы с вами друг друга видели вот я тогда я тогда с вами прощаюсь и отправляюсь на рабочее место сейчас приеду видео там сделаю поставлю грузиться а вечерком то есть соответственно часов через через 11 часов буквально значит я уже буду в прямом эфире мы с вами там будем отвечать на вопросы я те вопросы которые будут задаваться по ходу дела по ходу трансляции я понимаю что просто так сидеть в прямой трансляции только слушать это довольно странно в конце концов можно видео записать и и смотреть видео зачем тогда прямая трансляция поэтому те вопросы которые будут идти по ходу трансляции мы тоже будем отвечать При условии, что это не такие вопросы, которые задаются всегда Одни и те же Вот мы будем специализироваться на таких вопросах сегодня Которые либо вообще не задаются, либо очень редко Вот такие у нас на сегодня планы, друзья Счастливо И я с вами прощаюсь до 9 часов утра московского времени Когда мы выйдем в прямую трансляцию